Подготовка к тысячелетию Бреста, главные стройки и экономическая ситуация в городе, благоустройство и безопасность дорог, стоимость топлива – это далеко не полный перечень тем, которые поднимались на встречу информационно-пропагандистской группы администрации Ленинского района с трудовым коллективом «Брест Хлебопродукта». В начале мероприятия перед собравшимися выступил глава администрации Геннадий Борисюк. Чиновник подчеркнул, разговор может и должен иметь формат диалога. Волнующие и проблемные вопросы можно и даже нужно задавать. Это встреча с людьми и попытка, ну, по-первых, из первых рук объяснить, чем живет город, чем живет район, чтобы они могли и выслушав тут же спросить, я мог им разъяснить те или иные ситуации, потому что обычно мы информацию откуда черпаем из интернета, она не всегда проверенная или в прессе, это главное. И второе, я им всегда говорю на встречах, это они могут у меня спросить, задать вопросы у меня, у членов информационной группы, которые со мной приехали. Если мы не сможем ответить, мы ответим письменно. Чтобы эти встречи не были пустые, чтобы это не была какая-то академическая лекция, так называемая, а была нормальная продуктивная встреча и диалог. С начала года представители Ленинской администрации провели порядка 50 подобных встреч с коллективами предприятий и организаций города. Мы стараемся охватывать все предприятия, это учреждения, предприятия, школы, различных микрорайонов нашего района, так, чтобы они не повторялись, так, чтобы можно было охватить, и люди говорили, что у них были везде. Ну и второй принцип, если вдруг, может быть, возникает какая-то такая форс-мажорная ситуация, где нужно с людьми непосредственно встретиться, тогда, конечно, мы можем уже ехать там и несколько раз, что вполне возможно. Но в данном случае мы приехали, это предприятие, значит, Брест Хлебопродукт, находится у нас на микрорайоне Речица. Вот, в принципе, это плановая такая встреча, мы на Речице часто бываем, но в данном случае вот на этом предприятии. В состав информационно-пропагандистской группы входят специалисты разных сфер и отраслей. В числе участников, как правило, и представители депутатского корпуса. Возможность участия в работе информационно-пропагандистской группы для меня это, в первую очередь, возможность дополнения, дополнительной встречи с гражданами, жителями города, с моими избирателями, для того, чтобы дать им возможность свои наболевшие вопросы, также высказать и найти их помощь в их решении. Справочно. В настоящее время на Брест Хлебопродукте трудится более 260 человек. Предприятие занимается переработкой зерна, ассортимент выпускаемой продукции, мука, а также различные крупы и хлопья, не требующие варки. Экспортное направление – Россия, Украина, Молдова и Чехия. Идет активная работа по поиску новых рынков сбыта. Повышению уровня конкурентноспособности способствует модернизация и регулярное обновление материально-технической базы.